Переходим к рассмотрению следующего компонента из нашего бутерброда. Это собственно сам LCD дисплей 1602. То есть 16 символов по горизонтали и 2 символа по вертикали. То есть 2 строки по 16 символов. И я столкнулся с такой проблемой, что найти нормальную документацию по этим дисплеям весьма сложно. Видимо все оригиналы на китайском и есть только переводы с миру по нитке, скажем так, удалось вроде бы разобраться. При управлении дисплеем по стандартным выводам заморачиваться ничего не надо. Во флоу-коде есть хороший компонент, который работает и с детальным управлением дисплеем разбираться не надо. Здесь же, когда мы управляем им с помощью переходника, нам придется разобраться как он управляется. И управление это относительно сложное, но давайте попробуем. Итак, дата-шит более-менее вменяемый, который мне удалось найти. Смотрим, какой это дисплей моды непонятный. 16 символов по 2 строки. Угол обзора 6 градусов, то есть довольно узкий. Но ничего, зато эти дисплеи относительно дешевы, порядка 100 рублей и широко распространены. Передача данных может как быть по 4 битам, так и по 8 битам. Размер одного знакоместа 5 на 8 точек. Напряжение питания однополярное, 5 вольт. Какая-то схема управления непонятная. И дисплея требуется подсветка, белый светодиод. Далее, напряжение питания принимаем 5 вольт. Температура эксплуатации только положительные значения от 0 до плюс 50. Так как там жидкие кристаллы. Напряжение питания. Логические уровни. Ток потребления без учета светодиода. А, стоп. Это у нас тут напряжение питания указано 3 вольта. А здесь указано питание для какой-то логической части. 5 вольт. Непонятный момент. Ну, в общем, питаем дисплей от 5 вольт. Ток потребления самого дисплея без учета подсветки около 1 мА. Довольно экономично. Плюс подсветка потребляет, не знаю, не мере, он, думаю, не более 10 мА. И плюс в этой реализации по I2C протоколу есть возможность управлять яркостью. Или, в принципе, подсветка включена-выключена. И ее яркостью, наверное, как-то можно, если заморочиться и сделать шим. Это мы рассмотрим в следующем видео. Такую возможность. Выводы дисплея. Земля, питание, управление контрастностью дисплея. RS. Это мы выбираем, что будем отправлять в дисплей. Данные, либо инструкции. Есть такое разделение. RW. Что мы будем делать? Читатель записывать. E-Enable. Это как бы вывод, вход, точнее, тактирование. По нему мы записываем данные в дисплей. И 8 бит, вот эти вот, DB0, DB7, по которым отправляются данные. Либо используются в 8-битном режиме все 8, либо в 4-битном режиме используются вот эти вот 4 старшие. 7, 6, 5, 4. И два вывода, это питание подсветки. Далее. Управление контрастностью дисплея с помощью напряжения на ножке. Временные интервалы некоторые. Так, здесь опять же временные интервалы. Не очень понятно, на мой взгляд. Я делал по другому примеру. Сейчас на него перейдем. Что еще? И вот карта команд, которыми и управляется этот дисплей. Довольно сложный для понимания, но разобраться можно. Вверху подписаны логические уровни, которые нужно задать на соответствующих выводах. И здесь эти логические уровни, они показаны, где что надо установить. При отправке особым образом в дисплей мы получим вот эту команду. Допустим, очистить дисплей. И вот эти две команды, очистка и возвращение курсора на начальную позицию, занимают 1,52 мс. Типичное время. Это надо учитывать. Остальные команды занимают мало времени. 30-40 мс. И в моем случае, за счет управления через вот этот переходник I2C, время передачи 1 байта данных, загрузки его в микросхему, занимает более вот этого времени. То есть более 40 мс. Поэтому эти маленькие паузы можно не учитывать. Учитываем только вот эти две команды. Настройки режимов и прочие команды, но мы к ним еще вернемся. Здесь рассматривать их сложно. Идет некоторое описание. Извиняюсь, что это сумбурно, потому что, ну действительно, вот этот текст, он довольно сложный для понимания в плане подачи. Вот, например, команда управления дисплеем. Здесь нули, здесь единичка. И далее перемены dcb. d означает включен либо выключен дисплей. Далее c означает включен либо выключен курсор. И b означает включен либо выключено мигание курсора. Бывает полезная функция, которая нет в стандартном компоненте флокода. Сдвиг курсора. Разные функции. Ну, в общем, здесь пролистываем. Это стандартная память дисплея. То есть, чтобы получить, допустим, на дисплее цифру 1, чтобы он показал, нужно отправить вот такой адрес 0011 и далее 0011. Листаем дальше, размеры и все. На этом даташит окончен. И разобраться, как же это все-таки работает. Мне помогли еще два документа. Это вот эта страничка, портал Hubstaff. Отсюда я взял что? Тут рассматривать дисплей. Также есть приведены вот эти вот информации с даташита. Некоторые. Подключение. Здесь у нас адреса курсора. Ну, кстати, он был в даташите или нет? Я не помню. А вот, его вроде бы даже нету вот этой таблички. Я ее не наблюдаю. Вот. Эта табличка задает положение курсора, где мы хотим его поставить. Это к вопросу о том, что найти нормальный даташит весьма проблематично. Ну, может и неправильно, конечно, искал. Далее. Опять же, эта таблица. Как рисуются символы. Операции. И что самое полезное из этой статьи, это вот этот план для отправки по 4-битной шине. То есть, согласно вот этому плану, мы строим программу для отправки. И вроде бы все. Здесь есть пример программы на C. Если кому-то поможет, то, пожалуйста, весьма полезная информация. И еще две статьи. Это вывод символов. И там создание, по-моему, своего символа. Так, вывод на дисплей. И третья статья. Где она? Да, научимся рисовать свой символ. Тоже полезно. Ссылку на эту страницу я оставлю в описании под видео. И еще одна страница. Радиолаба. Здесь у нас что полезного? Опять же, описание. Нормальное описание вот этих всех карта команд. Более, на мой взгляд, понятное. Ну и хотя бы потому, что она на русском. Как-то лучше воспринимается. Опять же, карта курсоров. Это табличка. Как создаются символы. Инициализация. Так, здесь у нас что интересного? Этот рисунок я не смотрел. Вот что полезно. Здесь есть правильная схема подключения дисплея к микросхеме. Как это есть на самом деле. Помогает разобраться. Потому что, опять же, в интернете разные варианты. Вот, опять же, показана та инструкция. Как бы план действий по записи значения в дисплей. Подключение. И что у нас здесь? Все что ли? Да, здесь у нас полезная самая вот эта табличка описания регистра. Ну, не регистров, а команд. И давайте попробую объяснить, как это работает на примере 4-битного интерфейса, который мы будем использовать. Объясню на словах. Показывать в программе не буду. Это мы уже рассмотрим в следующем видео. Как бы готовую программу уже полностью дисплей, который управляется по I2C протоколу. Обращаемся к табличке памятки вот этому плану действий. Смотрим. Выставляем биты, которые нам нужны. Это DB7, 6, 5, 4. Это те данные, которые мы хотим передать. LED, подсветка дисплея. Здесь она почему-то равна нулю. Я не помню, он там включен или выключен. Следующая ножка. Enable. Это та, которая тактирует эти данные. Сейчас объясню. Read, Write и Ress. Все значения, кроме LED и E, мы берем из таблицы. LED у нас всегда равна нулю, либо единице, точно не помню. Посмотрим. И E это тактирование, ножку которую мы и дергаем, чтобы отправить данные в дисплей. То есть давайте посмотрим. Допустим, мы хотим в самом начале инициализация, очистить дисплей. Хотя лучше все-таки написать программку простую и на примере показать, как это делается без переходника напрямую с дисплеем. Пожалуй, так и поступим. После включения питания пауза 20 миллисекунд дисплей подключено к выводу к порту D. Вот таким образом. Ну, почти так же, как и к выводам микросхемы PCF. Только сейчас мы подключили напрямую к выводам контроллера. Куда подключены эти ножки, подписаны вот здесь. Чтобы отправить какое-то значение, какую-то команду в дисплей, нам нужно выставить соответствующие логические уровни на выводах данных, вот на этих, и тактировать их с помощью управления ножкой Enable. Передача данных в дисплей происходит по спадающему фронту. То есть, когда логический уровень на этом выводе переходит из единицы в ноль. По умолчанию при включении питания дисплея он находится в 8-битном режиме. То есть, используются все 8 его ножек данных. Поэтому нам надо перевести его в 4-битный режим. Для этого отправляем вот такую команду. Смотрим, что это у нас снизу вверх 0,0,1. На D5 мы подаем единичку. И третий вывод сверху это Enable подаем единичку. То есть, готовим эти данные к передаче в дисплей. На выводе D5 у нас единица. Давайте посмотрим таблицу. Смотрим, вот вывод D5 единица. И остальные нули. Смотрим, что это у нас. DL 4-битный интерфейс. Ставим 0 переходим на 4-битный интерфейс. Далее N использовать одну строку для вывода символов. То есть, вторая будет не задействована. Это мы потом исправим. И F размер шрифта дисплея. Сколько пикселей в одном знакоместе. Включили такой команды 4-битный режим. То есть, не включили, а установили вот эти уровни. Пауза 100 мкс. В принципе, не знаю, нужна она здесь или нет. Можно попробовать убрать. Ну, ладно. Это просто пример. И опускаем линию Enable. То есть, вот здесь, где она? Вот на этом месте была единичка. Теперь ставим 0. Как только это произойдет, эта команда будет отправлена в дисплей. Окей. Перевели дисплей в 4-битный режим управления. Ну, надеюсь, что это так произошло. На том же сайте здесь чуть более сложная инструкция. То есть, вы ждали время после включения питания для стабилизации. Потом отправили такую команду пауза 4 мс. Еще раз такую же команду пауза короткая. И вот только здесь переводим в 4-битный режим. Не знаю, в чем отличие, но в симуляции вроде все работает. Опять же, извиняюсь, это работа с этим дисплеем вот так вот напрямую для меня также новая. И поэтому объясняю не очень хорошо и показываю только базовый принцип. Далее. Команда очистки дисплея. Для удобства я поставил цикл однократный, как и далее. Это просто для удобства. Чтобы было разделение, где какая команда. Выставляем вот такой сигнал на линии. Смотрим, что это у нас. Это 3-4 бит. То есть на E мы подаем единицу и на 3-й вывод подаем единицу. Он у нас никуда не подключен, но в переходнике он подключен на подсветку, поэтому привыкаем, что там должна быть единица, чтобы подсветка была включена у дисплея. Ну, если, конечно, это необходимо. То есть сейчас мы подали на вывод Е1 и здесь у нас нули. То есть передавать мы будем нули. Пауза 100 микросекунд и выводы на был мы опускаем к земле. Отправили старшие 4 бита данных. Кстати, о чем это я? Это мы сейчас отправляем команду clear и смотрим, что она как выглядит. RS 0, RV 0 на эти выводы надо установить и вот 8 бит данных, которые означают команду clear. Сначала мы отправляем старшие 4 бита по первому тактированию, затем отправляем младшие 4 бита по второму тактированию, что мы сейчас будем делать далее. То есть таким образом происходит общение в 4-битном режиме. Команда, которую мы хотим отправить, разбивается на 4 бита старшие и младшие. Сначала отправляем старшие, потом младшие. Команда clear младший бит равен единицы. Старшие нули мы отправили, далее выставляем здесь единицу, это наш младший бит. Здесь тоже самое enable 1 и третий вывод незадействованный 1. Приготовили к загрузке и отправляем в дисплей. На вывод enable подаем логический ноль. Вот эта команда сделала очистку дисплея и перенос курсора в начальную позицию. Далее пауза 3 мс. Согласно даташиту нужно выдержать не менее полутора мс. Чтобы эта операция была завершена. Далее давайте посмотрим что мы делаем. Старшие биты также равны нулю, то есть команды точно такие же. 4 бита равны нулю и тактируем вывод enable. Смотрим младшие 4 бита которые у нас равны 0 1 1 0 по таблице что это у нас будет 0 1 1 0 то есть вот эта третья команда смотрим что означает ID и SH ID это у нас вывод символов слева направо то есть каждый последующий символ по умолчанию будет ставиться правее предыдущего ну как мы обычно пишем слева направо и SH запрет сдвига экрана при выводе символов чтобы экран у нас не двигался делаем такую настройку выставили нужные биты отправили младшие 4 бита E1 потом E0 следующая команда старшие биты опять же равны нулю смотрим чему равны младшие биты 4 штуки единицы смотрим какая это команда 4 младшие биты равны единице это с B3 то есть вот отсюда D C и B смотрим что они обозначают D включить экран дисплея нормальный режим работы C включить отображение курсора и B включить функцию мигания курсора иногда при всяких менюшках бывает удобно чтобы курсор мигал поэтому этой командой можно включить отображение курсора снизу подчеркивание и даже включить его мигание отправляем это значение и все на этом тестовая программа завершена то есть для управления дисплеем по 4-битной шине мы при включении даем ему команду что будем работать по 4-битной и затем отправляем команды из таблицы сначала 4 старшие бита затем 4 младшие бита таблица вот здесь компилируем 314 байт подключаем дисплей запускаем симуляцию и видим вот на первом месте у нас мигает это говорит о том что вроде бы все инициализация прошла нормально и дисплей готов к работе ну выводить на дисплей какой-то символ мне неохота я показал просто это для примера чтобы сильно не вникать кто хочет с этим работать более подробно может быть даже и мне придется этим заняться посмотрим по необходимости то вот эта статья очень полезная вещь здесь много полезной информации для работы с этим дисплеем больше в в в в Продолжение следует...